Привет, друзья! Я хочу с вами поделиться своими эмоциями по поводу того, что я прошла марафон «Пишу как Бог». И я получила столько полезности для себя через этот марафон, потому что в самом начале, когда я пришла, это было на уровне «Ну, давай попробую», просто было интересно. Но даже, знаете, даже вот этот интерес, даже он сыграл очень большую роль, потому что всё то, что мы делаем через интерес, это то, что нам даёт силы. Даёт силы для того, чтобы жить, для того, чтобы что-то творить в своей жизни, для того, чтобы что-то понять, что-то осознать, что-то принять. И в процессе этого марафона у меня постоянно накрывало какой-нибудь волной. И то, что я пронаблюдала за собой в течение этого времени, это дорогого стоит. Вы знаете, честно говоря, поскольку я проходила всё-таки платные курсы, и мне есть чем сравнить, я могу вам сказать, что та информация, которая вкладывается у Нелли, она очень дорогого стоит. Это такой поток действительно очень важной и нужной информации. Это то, что заставляет биться твоё сердце совсем по-другому. Это то, что заставляет захотеть жить. Захотеть жить с новой позиции, с новой точки. Посмотреть на всё то, что тебя окружает, совершенно другими глазами. Когда ты кайфуешь от собственной жизни, когда ты понимаешь, как это делать. Я действительно очень много проходила платных курсов. Как-то так оно сложилось за прошедший год, что мне стало интересно пойти и узнать многие нюансы именно в платной работе. Но вы знаете, вот этот марафон, цена для него, конечно, смешная, реально, потому что он стоит гораздо дороже по своему внутреннему наполнению. Это я вам точно говорю, потому что читая посты девчонок, которые в этом марафоне, вдохновляешься буквально каждый день, каждую минуту. И стоит своё внимание концентрировать именно на таких вещах, потому что чтение, вообще всё, чем мы себя окружаем, это как раз-таки то самое, чем мы напитываем себя. И когда мы напитываем себя, например, разговорами о политике, о том, как всё фигово в этом мире устроено, как сложно жить. И другое видение мира, когда ты начинаешь читать посты других девчонок, когда ты смотришь видео Нелли, когда ты начинаешь этот мир искать внутри себя. И ты находишь, понимаете, меняется всё. Меняется качество отношений с собою. И это то, что доступно, реально доступно, буквально вот в каждый момент времени. У меня восторг, реально восторг. Я сейчас очень много получаю информации интересной со стороны. У меня приходят идеи, которых у меня не было. То есть мне становится интересно жить. И это реально фантастика. Потому что буквально за 33 дня я выложила такие посты, которые бы я не решилась написать. Но самое главное даже не в этом. В марафоне нет конкуренции. И нет даже конкуренции, я её не прочувствовала даже самой собою. То есть говорят о том, что будь лучше хотя бы на чуть-чуть по сравнению с собой вчерашней. Я не на чуть-чуть лучше, чем вчерашняя я. Я гораздо выросла больше, чем даже в принципе ожидала. И знаете, вот самая большая суть в том, что реально ты находишь те интересы, которые, казалось, уже забыл. И когда тебе действительно начинает интересно жить, приходят вдохновляющие какие-то моменты. То есть те возможности, которые ты нифига не увидел бы, если бы я ходила бы так же понурая. Я бы ходила и задумывалась бы о том, ну почему всё не так, почему всё не эдак. И другое дело, когда в марафоне я выплеснула все свои эмоции, которые были негативные. И мало того, я за ними наблюдала. Вы знаете, вот те техники, которые даёт Нелли, ну это даже не техники, это сама жизнь. Это принцип жизни, по которому ты вдумываешься. Ты ищешь другие ощущения. И ты наблюдаешь за тем, что происходит с тобой в процессе. Ребят, вот может быть я сейчас не настолько вдохновляюще говорю, но то, что я прожила за эти 33 дня и до этого, то, что я смотрела видео Нелли, они очень много дают. Они меняют мировоззрение, меняют. С минуса я пришла, я не могу сказать, что прямо на марафон я пришла в минусовом состоянии. Нет, но я помню свой минус в тот момент, когда ко мне пришли видео Нелли. И это как, знаете, как продолжение. И как это сказать правильно, чтобы это понятно было. Как бы продолжение и утверждение. Вот, я бы так сказала. Потому что каждый мой пост, это было утверждение того, что я на правильном пути, того, что я поняла через себя, пропустив. Что я поняла о себе, о своём качестве. И, ребят, это стоит того. Это стоит того, чтобы прийти на марафон, чтобы почитать пост девочек, вдохновиться этим, начать это применять к себе. И вот эти фантастические моменты, которые потом накрывать начинают, это ни с чем не сравнимо. Поверьте мне, есть чем сравнить. Потому что всё то, что до этого я изучала, это было как-то поверхностно. Это было общими фразами. И непонятно. И даже вот вся та глубина, которую я осознала, пройдя и этот марафон, и посмотрев видео, и читая всё это. Ребят, это круто. Это реально круто. И это стоит гораздо дороже. И я уже говорила в первом видео отзыве о том, что я знаю, сколько стоит терапия в наше время. Психологическая терапия. Это большие деньги. И это за буквально занятия, то есть вот марафон, который я проходила, по цене приблизительно более или менее одного занятия с коучем. И то, что я получила в итоге от марафона, сколько полезностей, сколько нужностей, сколько осознаний, сколько принятия, сколько наблюдения. Из того, что когда приходит у тебя ужасная какая-то эмоция, потому что мир зеркалит. И ты на это начинаешь смотреть не с позиции того, что все люди там уроды или ещё как-то. А ты уже смотришь на те уязвимые места, на которые тебе указывают те люди, которые тебя зеркалят. Это стоит, в этом стоит разобраться. Один раз для себя разобраться и понять, как это устроено. И тогда ты начинаешь видеть совершенно другую точку зрения. И ты их можешь миллион найти, этих точек зрения. Потому что как раз таки видео, Нелли, они об этом. Они об этом, чтобы научиться видеть жизнь свою не со стороны попы, слона. Она большая. Но когда ты начинаешь видеть, заходить во все свои ситуации и смотреть с разных ракурсов, то эти ситуации сами разруливаются. И ты начинаешь видеть в этом даже возможности. То есть в своих жопах ты начинаешь видеть возможности. И это, ну, не это ли фантастика? Очень много полезности. То, что я для себя получила, это класс. Потому что, несмотря на то, что вокруг там творится, да, я увидела другие возможности для себя. И ко мне сейчас начинают приходить такие люди, о которых я, наверное, мечтать только могла. А сейчас я с этими людьми начинаю общаться. И это другого качества общения. Это общение, которое наполняет. Это не те люди, которые изначально мне кричали, что да ты, да что ты можешь? И ты никчёмная. И ты там раз такая, не такая, не какая, блин, в конце концов. И когда сейчас, вот честно говоря, я даже не встречаю таких людей, или я их просто перестала замечать, которые бы мне могли сказать, что я там какая-то не такая. А благодаря тому, что я сейчас о себе узнала, и то, как это всё проявляется в мою жизнь, это просто чистый кайф. И это чистый восторг. И, знаете, ещё я поняла, что вот то одиночество, да, с которым люди борются, да вообще, в принципе, всё то, с чем люди борются, печалька печальная. Это всё, вот я хотела сказать про одиночество, да. Я понимаю сейчас, что для меня это больше не одиночество. И это то, чего я теперь уже больше не боюсь. Я понимаю, что я сама сотворила то, что сейчас со мной происходит. И я кайфую от этого. Потому что, когда мне говорят со стороны о том, что «Ой, ты бедная, несчастная», ну, во всяком случае, это говорили буквально ещё полгода назад. Сейчас я ощущаю, что это не несчастье на самом деле. Это огромный-огромный плюс, потому что я нахожу причину в себе. И это действительно очень круто. Благодарю, Нелли.